Друзья, всем привет! Я Даня и вы на канале Brickstar. Сегодня у нас короткий обзор. Я бы сказал, Куик Рэвю. Кто понял отсылку к моему иностранному каналу, можете смело писать в комментариях. Перед вами набор Лего высотой 1 метр. Ракетно-космическая станция НАСА Сатурн-5 Аполлон. Интересный факт, друзья. Это первая ракетная система, способная доставлять людей на Луну. 1969 деталей, цена 14 тысяч рублей. Это уже второй перевыпуск этого набора. Он является поистине легендарным. Это один из самых продаваемых наборов в серии Ideas. И, ну, ребят, ну он же громадный, друзья. У меня нет в коллекции пока Эйфелевой башни, поэтому для меня вот это просто вау. Вот это и еще башня Ордханг. Слушайте, ну давайте поскорее-то посмотрим, что это такое, что в ней внутри есть. И вообще, кому нужен набор Лего высотой в метр? Ребят, в наборе есть три вот таких подставочки. Смысл в том, что с помощью них набор вы можете поставить горизонтально. Для меня это на самом деле, ну, не очень комфортно. Мне нравится все-таки видеть сразу то, за что я заплатил деньги. За, блин, набор высотой в 1 метр, а не за странную длинную штуку. Ну и тем более ракета, понятно, она круче смотрится, когда, ну, мы видим 100 сантиметров в высоту. Кстати, масштаб 1 к 110. То есть вы теперь представьте, какой размер у этой ракеты настоящий. Есть еще у меня международно-космическая станция. Если хотите увидеть обзор, обязательно напишите мне в комментариях. Эта ракета, ну, буду называть ракета, состоит из трех основных модулей. Плюс третий мы там сможем еще немножко поделить, в нем спрятан луноход. Давайте уже в привычном формате быстренько на столе я вам это все и покажу. Ребят, модули набора. Вот этот, кстати, мы дальше будем раскладывать. Ну, вот правый это S1C. Это, скажем так, первая стадия. Давайте мы, кстати, с него и начнем. Вот я эти два уберу, и мы с вами спокойно будем смотреть. Это самая большая часть набора. Она, ну, ребята, прям солидная. Вы, во-первых, посмотрите на эти двигатели. Ну, это вау. Это мощь. Здесь, конечно же, патриотично. Очень USA, United States of America. Да, ребята, все патриоты уже здесь. Скажу вам, в космической теме я ноль. Но, тем не менее, мне очень нравится внешне, как выглядит эта ракета. Я люблю гладкие, обтекаемые наборы. Скажу еще в плане сборки. Сложно. То есть, готовьтесь потратить достаточно времени. Ну, вот посмотрите, кстати, здесь специальные у нас, видите, крепления идут, чтобы мы соединили это с, ну, скажем так, второй стадией. Да, к слову, ребята, здесь все принты. Ну, это, да, такой плюс для коллекционеров и для патриотов Америки, которых, я думаю, в России, ну, большинство, ребят. Так, дальше смотрим. Второй модуль, он поменьше. И вообще, вся ракета у нас в итоге обладает конусовидной формой и со временем сужается. И здесь мы уже вот на верхушке этот момент видим. Опять же, двигатели, но на этот раз поменьше. Вообще, в чем суть? По мере продвижения по космосу, выходом из атмосферы и так далее, эта ракета будет становиться меньше. То есть, определенные ее части будут отсоединяться. И, на мой взгляд, в наборе все это продемонстрировано довольно неплохо. Если я не ошибаюсь, а я могу ошибаться, это уже как раз сама ракета Аполлон-5, которая у нас летит в космос и которая является, ну, уже, походу, самым таким прикольным моментом в наборе. Я вам скажу почему, потому что мы его дальше сможем раскрывать. Во-первых, здесь есть уже С-4Б. Это третья стадия. Мы можем сделать вот такое движение, все легко. Да, естественно, приближено внешне к предыдущим моментам, на которые мы смотрели. Но здесь теперь уже, видите, один небольшой двигатель. Дальше смотрим, ребят. В этой части скрыт как-то лунный модуль. Ребят, что это такое? Я назвал это в конце или в начале, я не помню, типа луноходом. Но это не он. Это какая-то специальная установка, которая будет располагаться на Луне. И ее, как бы, задача туда транспортировать. В плане конструктива прикольная микромодель. Если я не ошибаюсь, такая вещь, только большая, есть в наборе IDS специально. Но, честно, я не помню, у меня того набора нет. Можете поправлять в комментариях. Подразумевается также в наборе и подставочка. Сюда мы можем и разместить. Что интересного? Фигурки астронавтов. Это интересно. Они появились как раз впервые, да, в 17-м году. Здесь также вы видите принт США, флаг США. Ну так да, знаете, это все полезно в коллекционных сетах. Поставили ракету. Рядом раз, два, еще какие-то микро постройки. И вроде и стало чуть-чуть лучше. Вот, кстати, друзья, еще одна постройка. Из интересного принтованная деталь. Мне кажется, это, ну, когда астронавты приземляются на Землю, это та спасательная, ну, как капсула, в которой они опускаются на воду. И тогда бы вот эта синяя часть, мне кажется, была здесь логична. Друзья, поправляйте. Но что-то мне подсказывает, что я прав. Сервисный модуль. Вот он. Мы можем его также отсоединить. Вот этот сервисный модуль. Здесь расположен командный модуль, по идее. Ну и здесь система спасения. Вот она. Такая совсем небольшая. В верхушке она, ну, типа, ребята, скрыта. Если что-то произошло, в крайнем случае, раз, она, видимо, отсоединяется. Ну и есть какой-то шанс у астронавтов спастись от творчества Рогозина, улетев в далекие галактики. Ребят, на сегодня все. Пишите в комментариях, как вам такой комплект. Я не являюсь фанатом космической отрасли. Набор меня поразил своими габаритами и заинтересовал хорошей внешней детализацией. Поддерживайте канал. Подписывайтесь. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok